Привет, друг! Меня зовут Джон Кормилицин, и это шестой новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Мы запустили полноценный обучающий курс «Трекинг на максималках» и по многочисленным просьбам продляем скидку до 9 числа. В курсе мы разберем все основы трекинга, разложим по полкам программу PF Track и все возможности, о которых ты мог даже не подозревать. Все это с личным куратором, практическими заданиями и ответы на вопросы по проектам. В описании! Джанго FX выпустили новое обновление EmberGen 0540, но частицы еще пока не завезли. 2 июля разработчики твитнули сообщение о точном выходе GPU-частиц, и это случится уже на этой неделе. В обновлении повысили стабильность, исправили ошибки, обновлен OpenVDB, добавили дополнительные метаданные для рендера. Исправлена ошибка, при которой иногда экспортируемые файлы пропадали, а иногда вызывали сбой. И еще много разных мелких исправлений. С 20 июня Pixel Farm создатели PF Track выпустили обновление. Обновили интерфейс программы, повысили производительность, функциональность навигации и в менеджере проектов улучшили поиск. Добавили новые менеджеры предустановок камер и фотограмметрии с автоматической коррекцией искажений объектива. Про все нововведения расскажем в курсе, когда программа станет доступна. А рекомендую! X-Particles обновился до версии 8.8.4. Как пишут разработчики, это последнее обновление, которое будет поддерживать версии Cinema 4D до R18. Будущее обновление будут поддерживать только R19 и поздние версии. А также потребуется процессор с поддержкой AVX – Advanced Vector Extension. В обновление входят все новые функции, по которым Insidium выпускал краткие обзоры. Некоторые из них мы показывали в прошлых выпусках новостей. Последняя новая фишка – обновленный XP Explosure FX. Разбор по ней также вышел на официальном канале Insidium. То есть у кого есть пробная версия, также получили фишки. Поэтому можете обновляться и приступать к эвридейкам. Storyboard от забавной компании Wonder Unit обновился. Новая версия 2.0 доступна сейчас только в бета-тестировании. Ссылку для скачивания ищи в описании. Если не найдешь – поищи еще раз. В обновлении повысят оптимизацию раскадровки сцены, добавят новый инструмент Shot Explorer, который необходим для переключения между камерами, которые ты настроишь. Также в Storyboarder расширили поддержку VR. На данный момент доступна бесплатная версия 1.00. Storyboarder позволяет легко визуализировать историю путем раскадровки будущей сцены. Программу можно использовать в качестве создания набросков для твоего будущего проекта. Причем ты можешь нарисовать все на бумаге, отсканировать, и программа автоматически импортирует ваш рисунок и сделает раскадровку. Круто же! Почему забавное? Ну, их маркетинг состоит из слов «фак», «фак» и «фак», кажется. Они послали нахер все крупные компании и рассказали, почему их софт крутой, ну и бесплатный. Давайте будем честны, никто не будет работать на дерьме, которое один хер все используют. Еще и платить за это! Пишут разработчики на официальном сайте. Угу. NVIDIA GeForce RTX и CD Projekt RED представили информацию о их совместной работе над Cyberpunk 2077. И пока я читал этот текст, все мои кости на языке сломались. В игру включена технология NVIDIA DLSS 2.0, улучшающая производительность и эффекты трассировки лучей для создания реалистичного освещения и более полного погружения в геймплей. Будет представлено 4 эффекта. Рассеянное лучом диффузное освещение, оно улавливает сияние неба и отражений лучей от объектов. Отражение от глянцевых и металлических поверхностей с отслеживанием расстояния до объектов. Лучевая трассировка окружающей окклюзии – это визуальное затенение поверхности объектов. И Ray Traced Shadow – это оптимизация генерируемых теней на каждый пиксель изображения, а проще говоря их сглаживание. Эта технология позволяет создавать направленные тени от источников света с оценкой рассеяния, ну, радиуса и силы света. NVIDIA DLSS 2.0 – это нейронная сеть для повышения частоты кадров и производительности трассировки лучей, что позволяет вывести графические настройки игры на высокие значения. Ну, конечно, если твой компьютер не сделает мощный турбуленс FD у тебя дома. Также NVIDIA сотрудничает с Кодима, и технология NVIDIA включена в DevStranding. Игра будет поддерживать высокую частоту кадров, и в целом графика станет более детализированнее. NVIDIA Optics SDK решает проблемы волос и меха с выпуском 7.1 NVIDIA Optics. Это платформа приложений для оптимальной производительности трассировки лучей на графическом процессоре. Optics – это также шумодав, который использует Redshift. NVIDIA придумала новый примитив геометрической кривой, которая очень хорошо будет чувствовать себя на трассировке лучей. Не совсем занудно и сложно написано на сайте NVIDIA. Ссылочка в описании. NextLimit – создатели RealFlow в Твиттере указали, что принимают проекты, созданные с помощью их программы для размещения на своей странице в Твиттер. Смело отправляй работы, а потому что это хорошая возможность использовать продукт для своего пиара. А также RealFlow исполняется 20 лет, с днем рождения, и они предоставляют скидку в 20% на их продукт. О, Pixel Lab. Они выпустили обновление Light Essential для Octane и Redshift. Добавили новую сцену освещения Creepy Flicker. Это жуткое мерцание света для визуализации мрачных проектов. Это удобный инструмент для быстрого создания студийного освещения, но и не только. Это замена многим популярным плагинам, которые не контачат с Redshift. Ну, как всегда в описании. Хотим поделиться контентом от Last of Us. ArtStation выпустил статью, в которой представлена огромная коллекция материалов всех художников, работающих над графикой, где можно посмотреть референсы, строение сетки, поведение персонажей и все в этом стиле. Это трудоемкая работа, которую нельзя не оценить. Клацай на картинку и будет тебе счастье. Весь жир в описании. Houdini и Blender объединяются. Официального объявления еще не было, но директор Tangent Animation в своем твиттере представил рендер, сделанный через Blender Cycle, который работает в Houdini. Работа направлена на улучшение взаимодействия между двумя приложениями, помогая студиям создавать сцены в Blender, а затем использовать набор инструментов Solaris Look Dev от Houdini, чтобы собрать их в рабочие сцены. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Adobe пополнила коллекцию материалов. Добавили 100 новых фотореалистичных текстур, стилизованные параметрические материалы для мобильных игр, а также материалы с мелкими деталями. По ссылке в описании ты найдешь все, что нужно. Там имеются достаточно классные текстурки, поэтому заходи. Verge 3D от Soft 8 Soft получила обновление версии 3.2 для Maya, также Blender и 3ds Max. Улучшили функционал, добавили новые режимы теней и улучшили их качество за счет более качественного просчета объема теней. Для Maya и Blender настроили поддержку многих нот. Также оптимизировали систему Puzzle, которая лежит в основе этого софта для создания веб-приложений. Ну и добавили новые пазлы. Кто не в курсе, Verge 3D – это программа для электронной коммерции и онлайн-маркетинга, ну а также игр. Программа преобразует сцены Blender 3D Max и совсем недавно Maya в интерактивный контент, который можно просматривать в браузере. Подробности по ссылочке. Autodesk выпустила обновление Flame 20 21.1, Flame – это софт для композитинга, обработки и эффектов. В обновлении усовершенствовали весь процесс по обработке, а панель Explorer теперь оптимизирована, что упрощает перемещение элементов между сегментами. Режим сравнения добавлен на некоторые вкладки, которая позволяет сравнить дорожки, ну или пересматривать изменения типа до и после. Ну и интерфейс программы стал более гибким. Все обновления по ссылочке в описании и напишите в комментариях, если вообще кто-то пользуется этой программой. Подкрадываются сомнения. А теперь новости с разбега. Вместе с группой Cinema 4D мы запускаем конкурс с призом. Создай свой мини-мир в лоу-поле и отправляй в группу Cinema 4D. Конкурс будет длиться один месяц, участник самой интересной работы получит наш курс на выбор. Любой. Тема легкая и интересная, так что принять участие сможет каждый. Все подробности ищи в описании. Еще немного по текстурам. На текстуре бокс можно найти более 600 бесплатных текстур. Но коллекция постоянно пополняется. Некоторые материалы можно использовать в коммерческих целях. Внизу. Слышишь? Внизу. Autodesk представляет веб-приложение AutoCAD для бесплатного пользования. AutoCAD предназначен для создания и редактирования чертежей. Период действия халявы пока неизвестен, но Autodesk пишет, что в течение длительного времени. AutoCAD работает через браузер, что удобно для передачи чертежей. Его можно использовать для создания коммерческих проектов. Element 3D от VideoCopilot обновился до версии 2.2.2 для маков. Было известно, что Element 3D зависал на мак с последней версией Каталина, а также при работе в After Effects 17.1.1. Приходилось откатывать After Effects до версии 17.1, и тогда проблема исчезла. И вот выпустили исправления, которые должны были все решить. World Creator представили сведения о версии 3, которая выйдет в этом году. Пока что показали скрины рендера сборки World Creator 3 Pre-Alpha. Софт будет работать в реальном времени с Path Tracer. В функционал внезут глобальное освещение, рассеивание света, возможность создавать объемные облака и также настраивать сразу несколько источников света в проекте. Внесут новую систему визуализации эрозии почвы. Система, возможно, будет построена на основе частиц. Спасибо, друзья, за просмотр! Участвуйте в конкурсе! Заходите в наш Telegram-чат, обязательно пообщаемся! И удачи!